Всем привет! Сегодня у нас будет история от подписчицы. Сейчас я вам ее зачитаю, потом мы с вами обсудим. Она просит прям даже заголок письма. Хочу советы и какой-то поддержки. Добрый день! Как и большинство девчонок, никогда не думала, что буду вам писать. Но мне нужно мнение опытного специалиста. Возможно, моя история поможет многим другим девочкам с похожей ситуацией. Начну с предыстории. Мы познакомились на отдыхе. Он был аниматором. Я гостем, но как-то все интересно закрутилось. Банально. После отдыха мы продолжали наше общение. И я всерьез задумалась переезжать в Турцию самостоятельно. Солнце, море, цены и все варианты с работы. В общем, решила начать попробовать с анимацией тоже. Отдохну, поживу, думаю, подработаю и пойму для себя окончательно, что мне хочется. Он мне в этом помог. Умудрился как-то договориться с менеджером, хотя был конец уже сезона. И три месяца нашего нескончаемого общения по видеосвязи. С утра до вечера при любых возможных и невозможных моментах он мне отвечал, даже когда на сцене выступал. Кричал в микрофон, что он меня любит. Вообще обурлили чувства и эмоции. Я же с осторожностью относилась ко всему, но чувства тоже у меня были. Добавлю несколько деталей из этого периода. Помогал он мне финансово, помог с работой, оплатил все билеты, шоппинг был, кушали, гуляли на его финансы. Я приехала на один месяц на работу в отель к нему. Все было идеально в отношениях, и тут мы полюбили друг друга окончательно. Он пригласил своих родителей на свой день рождения, и при них в этот день сделал мне предложение, на которое я согласилась. Но у меня случилось горе. Умер мой отец, и я уехала обратно в Россию. Пробыла там один месяц и вернулась в Турцию. Жили мы с его родителями. К слову, вся его семья потрясающая. Все меня приняли, полюбили как дочку. Это взаимно. А 8 января мы поженились и стали готовиться к торжеству, которое запланировали в сентябре. То есть расписались, а свадьбу отмечают попозже. Ну, в Турции это вообще нормально. Но в марте мне надо было вернуться в Россию на сессию и диплом. В общем, по прилету в Москву я узнаю 5 марта о своей беременности. Все счастливы. У меня были проблемы с гормональным сбоем, эндометриоз. Врачи исключали вообще беременность, но это было чудо. Мой врач был в шоке. Первый месяц здесь мы общались как муж и жена. Все было хорошо. Но уже тогда меня настораживало, что мы стали реже общаться. Звонков стало меньше. В основном только переписка. Потом начался карантин. И все с каждым днем и неделей общения становилось меньше и меньше. Мы начали ругаться. Отчего еще больше усугубило всю ситуацию. В конце концов я заговорила о том, что его желание общаться со мной уменьшилось. Не стало того, что было лето. Когда я ехала сюда, я не переживала насчет отношений на расстоянии. Тем более такие события у нас произошли. Он все списал на то, что он работает на нелюбимой работе. И ему очень тяжело. Он сильно устает физически и морально. Пытается сделать все, чтобы заработать на хорошее будущее нашей семьи. Я подумала, что действительно, что это я? Надо его поддерживать, а не пилить мозги. Но в какой-то момент началось всплывать что-то непонятное. Он начал разговаривать со мной джурными фразами. Как дела? Что делаешь? Как себя чувствуешь? На автомате говорить люблю. Но я не выдержала и решила по-доброму с ним поговорить. И объяснить, что я жена и твой друг. Ты можешь со мной говорить о чем угодно. Мне не хватило нашего старого привычного общения. Он нормально отреагировал на разговор. Извинился. Сказал, что я права. Но он устал и голова забита работой. Потом наше общение еще больше уменьшилось. Он на работе, ему неудобно. Он в душе. То он в туалете, то он в маркете, то он на спортзале с папой, с мамой, с другом. Короче говоря, я опять подняла разговор на эту тему нашего общения, которое меня не устраивает. Но уже в формате руганье. Он не захотел разговаривать. Сослался на мою беременность. Типа у меня гормоны. И якобы у меня плохое настроение. Но это неправда. Я была немного злая и расстроена. Но на конструктивный разговор была настроена. В общем, так мы еще несколько раз поговорили, поругались. И каждый раз он делал из меня истеричку, которую не уважает его. И не уважает его еще старания. И все это для нашей семьи. Отчего я стала чувствовать себя виноватой. Сомневаться в своем здравом смысле. И снова вернулась к разговору. Но в этот момент моих чувств было как минимум меньше. Я сама по себе такой человек, что мне нужна какая-то конкретика. И я решила расставить все точки над «и». Он опять обвинил меня в истеричности, гормонах и неуважении к его стараниям. Разговор был долгий. Но вкратце я ему все расписала. Что так и так, самое банальное, элементарное. Есть время встретиться с другом. А поговорить женой нет у тебя. Даже приведу пару примеров для вас. Разговор по телефону. Как дела? Что делаешь? Через 10 минут опять эти же самые вопросы, дежурные фразы. Как дела? Что делаешь? На это он опять сказал, что так принято начинать разговор. Через 10 минут ему действительно стало интересно. Поэтому он еще раз переспросил. Хотя в самом начале я на них уже ответила. Как есть. А потом жена, это же родной человек, а не какая-то просто знакомая девушка. Я ему что-то рассказываю, завершая свой разговор. А в трубке тишина. Алло, алло. А он с небольшой паузой. Да, 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 я слушаю. Если бы человек слушал изначально и реально, то он был бы понял, что разговор-то закончился, я уже молчу. Третий вариант. В своих сомнениях, дабы проверить себя, его искренность, я спросила его, а что такое любовь для тебя? Почему ты любишь меня? К сожалению, на это он ответил дежурно, что, конечно, он меня любит. И типа он не понял моего вопроса. Полдня я ему пыталась объяснить, что мне от него надо. И говорила, и ругалась. И в конце концов он сказал, что он устал, его настроение нелюбовное. Я, зная его по себе, скажу, что когда человек любит, то он ответит, не задумываясь, на такие банальные вопросы. Но и тут я прислушивалась к нему и опять усомнилась в своем здравомыслии, которую он мне привил. Я поинтересовалась, что у него случилось. Но и в этом случае ничего не случилось. Он просто устал. И все его мысли о работе. Я сказала, что больше не хочу никаких отношений. Я молодая девушка. Со мной не надо быть таким и так со мной общаться лишь потому, что я беременна. Я не хочу что-то выяснять, разговаривать, разбираться, ругаться. Если у человека пропал ко мне интерес, то его уже не вернуть. И тем более не заставить. И мне это не нужно. Сказал, что с моими гормонами все в порядке. Я в здравом рассудке. Я отпускаю его. И документы о браке у него. И при желании он может подать на развод. Ребенка я его не решаю. У ребенка должен быть отец. И попросила его мнение. А, и попросила его меня не беспокоить в ближайшие месяцы. Так как хочу выносить здорового ребенка. И, к слову, мне уже сейчас надо ребенку дать любовь. А у меня ее все забрали. А взамен ничего не дали. Деньгами он всегда помогал как мог. И планы о нашем совместном будущем тоже были. И вот все равно меня кидает из стороны в сторону. Ведь по факту он правда много работает. И по факту у него пропал ко мне интерес как к женщине. Но мне очень необходима сейчас ваша консию. И вообще мнение как к специалисту. Заранее спасибо большое. Еще приписочка была. Сегодня я решила дать шанс. И сама позвонила ему. Предложила семейного психолога. На что получила ответ. Как я ожидала. Если тебе надо, ты хочешь, то ты иди к нему. К психологу. И лучше идти к тебе после беременности. Из-за гормонов. Мне психолог лично не нужен. Я пыталась объяснить, что у нас есть проблема в нашей семье. И нам нужен семейный психолог. И нам надо говорить вдвоем с психологом. И подчеркнул тот факт, что беременность ее стала более адекватна, взрослее и рассудительнее. Так, что могу сказать по этой теме? Интересная история. Я думаю, кто им там напишет опыты тети Моти. У нас любят писать комментарии. Да, девчонка зажралась. Пилит мужику мозг. Нечем заниматься. Беременные гормоны. Так скажу, что я, пройдя все то же самое, у меня не так было, но какие-то эмоции, ощущения, плаксивость, всякая история у меня тоже была. Когда я была в этом состоянии, я думала, что со мной все в порядке. И вот эта фраза «это типа гормоны». Так скажу, у нас, в чем заблуждаются люди, что на гормоны беременных очень много списывают свои какие-то личные комплексы, проблемы, какие-то хотелки. Вот это надо беременную обхаживать, особое внимание уделять, а на самом деле, ну, как бы если в семье нормальные отношения, то есть благодаря беременности очень многие женщины начинают восполнять к себе внимание, которого раньше было недостаточно. И, короче, это манипуляция, вот так скажем, да. Поэтому существует такое бытует мнение, что беременные из-за гормонов немножко сумасшедшие, истеричные, докапываются, короче, ерундосикой занимаются. Я это не разделяю. Это не все так делают. Есть просто те беременные, которые манипулируют своей беременностью, дабы восполнять какие-то свои личные психологические проблемы. Но по беременности, по первому году после беременности и даже после родовой депрессии всего этого я вам скажу честно, что я бы не сказала, что я там была неадекватная, у меня бушевали гормоны. Но я потом понимаю, что это не только гормоны, это все складывается в одно. Я прекрасно девушку понимаю, что просто, да, она чувствует, вот это пропал интерес своего мужа. И она пытается, ну, как бы эту проблему сейчас решить. Я честно скажу, что не надо пока эту проблему решать, кардинально рубить и там говорить, если хочешь разведись со мной и все прочее. Вообще, надо подождать еще и первый год ребенка, когда он закончится, и ваши отношения выровняются только где-то к двум годам ребенка. Не из-за гормонов ваших, вы правы, дело не в гормонах. Но вообще и в отношении вашего супруга. Просто ваш супруг не был готов к этому. Мужчина может утверждать, так и женщина, в принципе, да, я там, я готов, я хочу семью, тра-ля-ля. Во-первых, это было внезапно у него. Во-вторых, он, как вам и отвечает, вслушайте его, пожалуйста. Я занят работой, я на нелюбимой работе, то есть я не наслаждаюсь, не получаю супер удовольствия от работы. Я работаю для зарабатывания денег. И я пытаюсь эти деньги заработать для нашего будущего, для нашего ребенка. То есть на нем ответственность, на нем семья, да еще и ребенок свалился, скажем так, неожиданно. Поэтому надо его слушать почаще, прислушиваться к его словам. В этом и есть его суть. Да, действительно, он сфокусирован на работе. Но он не хочет и боится слышать своих страхов. Он не готов морально. То есть он пытается пока что сейчас жить со смыслом, что он будет папой, что на нем ответственность финансовая за ребенка и за семью, за ваше будущее. Как ни крутите, работа аниматора много денег-то не приносит. А какой тут уже говорить о семье и ребенке, поэтому он действительно занят этими вопросами. Он чувствует свою какую-то беспомощность мужскую. То есть он пытается сейчас несколько месяцев переварить внутри себя. И это переваривание, которое он не признает в каких-то личных комплексах, он перекладывает на ваши гормоны. Всегда, когда мы видим в себе проблему, мы перекладываем ее на окружающих. Это потому что трудно признать в себе проблему. Он говорит, это не я виноват. Это так сложились обстоятельства. Это не я виноват, не во мне проблемы. Это у нее гормоны. На самом деле это просто такая массовая в любой стране тема этих гормонов и истеричности, неадекватности женщин. Просто на нее списываются разные комплексы. Женщина ей манипулирует беременностью гормонами, мужчина свою неуверенно списывает на эти гормоны. И он этому видит подтверждение, что вы истерите, вы наезжаете и вы ругаетесь. И он убеждается в том, что он прав. Если бы вы эту тему оставили, не выясняли отношения, он бы с этим смирился, с мыслью вот этой ответственностью смирился, бы пережил это внутри себя несколько месяцев, и отношения бы наладились. Это как вы, когда только чувствуете, знаете, в чем проблема? Вы не можете доверять. Вам трудно доверять. Вы когда говорите, я хочу напрямую, что все по-честному, вот и такой правдоруб. Но этим правдорубством вы немножко ущемляете права этого человека, тоже своего супруга, а он так не может. И вы смотрели, когда вы убирали своего мужа, вам тоже тут нужно немножко под него подстраиваться, потому что для него это новая роль. Он не ожидал такой скорой беременности, проблемы финансовые, кризис в стране, в мире вообще. Для него, как для мужчины, ответственного, нормально воспитанного, потому что он к вам серьезно нормально относился, да, он женился на вас там нормально, с семьей познакомился, все вот это вот прочее. На нем ответственность, он за это переживает. И вы еще, да, вы ему пилите мозг, но по факту так и выходит. Я понимаю, что вами руководит, вот я пытаюсь вам разложить, понять своего супруга. И когда человек говорит, мне не нужна консультация психолога, нельзя насильно его затащить, заставить, обсуждать проблему. Проблема в вас, решайте свою проблему. Он не хочет, он считает, что с ним все в порядке. Это его право как человека. И здесь запрос нам нужен семейный психолог, не нам, вам. Говорите о себе. И когда почитаете в гугле, что такое я высказывание, формируете я высказывание в диалогах или в конфликтах с мужем. Нет, ты перестал ко мне проявлять внимание, ты, 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 ты. Вы же в своих объединениях, скорее всего, используете так, ты, 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 ты стал то, то, то. Надо по-другому. Я испытываю эмоции такие-то, такие-то. Мне грустно, мне больно, я чувствую одиночество, мне не хватает его внимания. Мы не тычем в человека при объяснении, ты такой плохой. То есть мы изначально, когда обвиняем, надо транслировать правильно. Я чувствую эмоции. Вы в конфликте с человеком объясняете свои эмоции, испытываете с мужем, в частности, благодаря его действиям, какие вы испытываете эмоции. Мои эмоции не нравятся, они мне некомфортны, потому что ты стал себя по-другому вести, да? Вы это должны донести. А когда вы начинаете с наезда, ты стал то-то, то-то делать, ты, 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 вы неправильно изъясняете себя. Это сразу обвинение, это сразу агрессия, это сразу закрытый человек, который плюс еще он переживает ответственность сейчас за ребенка, за семью и за финансы. Конечно, он закрывается, не собирается, он все списывает на ваши гормоны, что вы просто его пилите, так оно и выходит. Вы не даете ему шанса тоже побыть слабым. Плюс еще вот это, мне стало меньше внимания, а про вас же сейчас интересует, да, действительно стало мне меньше уделять внимания, или это я загоняюсь. В большем проценте вы загоняетесь, но и по факту, да, действительно он стал меньше вам уделять внимания, потому что он сфокусировался на внутри себя, он переживает, у него проблемы, поэтому вам меньше внимания. Но тем, что вы добиваетесь на него, наезжаете, внимания больше вы к себе не добьетесь, вы видите, что еще его меньше становится. Вы отталкиваете от себя человека, потому что вы его обвиняете, а вы, чтобы найти компромисс, должны ему транслировать, я испытываю вот такие эмоции. Проблема в недопонимании. Да, это вопрос семейной психологии, но человек не хочет идти на консультацию, силой вы его не затащите, если даже он придет не по своей воле, а ради вас, результата особо, скорее всего, не будет. Я процентов семьи сдаю что-нибудь, потому что человек на работу не настроен, ему не хочется, ему это не надо. Не нравится вам человеку решать проблему своей жизни, вам не нравится, как муж к вам стал относиться, мало внимания. Вот вы правильно делаете, не надо просто рубить плеча и говорить, мы разводимся, отвали от меня, но вы тоже просто переставайте меньше с ним общаться, давать ему возможность поскучать, не надо пилить. Просто какое-то письмо было написано месяц назад, я так думаю, да, вы там меньше стали общаться, как вы уже писали. Но я там с гордого плеча пошла, ему сама написала, и он мне все равно сказал, не надо мне психолога, будем общаться, когда твой гормон успокоит, все будет в порядке. Но хочет он так думать про эти гормоны, пусть думает. Вы просто его, знаете, в чем ваша ошибка? Вы ему даете этот повод так рассуждать, быть уверенным в своей правоте, потому что вы на него наезжаете, пилите, и он списывает на гормоны. А если вы наезжаете, пилить перестанете, видите, все спокойно, не наезжайте на него, и ему просто вот этой апелляцией гормонов, она сама собой отпадет. Как ему это еще оправдывать, понимаете? А вы ему повод даете вот это все оправдывать гормонами. Не давайте для начала ему вот этого оправдания. Правильно доносите свои эмоции и ощущения, не претензии «ты виноват», а эмоции. И еще вам скажу, что отчасти, мне кажется, вы тоже не были готовы к беременности сейчас морально, потому что вот это желание внимания от мужа, и очень остро на это реагируете. Меня надо пожалеть. То есть это немножко не позиция прям жертвы, а мне хочется больше внимания, потому что я беременная. То есть вот это тоже говорит о неготовности немножко. Это, конечно, может быть, у вас уже прошло, но это какой-то шок для вас был. И вот в момент вот этого острого обращения на поведение мужа вы это очень остро почувствовали, его типа недостаток, его внимания, потому что вам очень сильно понадобилось его внимание. Вам недостаточно того, что было раньше. А он вот, знаете, вы начинаете сталкиваться, а вы разлетаетесь в разные стороны. Понимаете, как магнит. Не вместе вас не притягивает, а отталкивает, потому что в сопротивлении идет, вы неправильно себя просто ведете. Надеюсь, задавайте уточняющие вопросы, пишите комментарии. Я постаралась как-то это более-менее структурированно объяснить. Но вообще это тема для психологического консультирования. Вот это общение. Обратитесь, может, к психологу, кстати. И вам просто разжуют, вы запишите под бумажку, как себя вести, что делать. Вот, собственно, вам небольшая психологическая консультация была в видео, но в формате 20 минут я, к сожалению, тут все не могу ужать. Если есть вопросы на подобные темы, пишите мне на почту. Почта всегда у меня указана под видео. Пишите ваши истории, отношения, и буду это разбирать в видео. И также почту для записи на консультацию, если вам нужно. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока.